Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. К сожалению, новогодние праздники подошли к концу, но поверьте, это не повод для расстройства. Впереди нас ждет много чего интересного. О театре моды Орхидея мы уже рассказывали в нашей программе, но сегодня у нас появился повод еще раз вспомнить об этом замечательном коллективе. Ребята подготовили новую коллекцию, с которой мы познакомимся поближе в следующем сюжете. Рисовать, кроить, шить, видеть красоту окружающего мира и создавать неповторимые образы – все это умеют ученицы театра моды Орхидея. Во Дворце детского творчества он существует уже на протяжении 10 лет, и некоторые из сегодняшних воспитанниц, однажды попав на занятия в театр, уже не смогли покинуть его стен. Ведь здесь есть возможность почувствовать себя настоящими модельерами и даже моделями. Девчонки сначала совместно с преподавателем создают коллекции одежды, а затем демонстрируют ее на различных конкурсах и фестивалях, где они уже не раз занимали призовые места. Это, прежде всего, развитие творческих способностей у ребенка. То есть это умение, опять же, образно мыслить, видеть красоту в отдельных предметах вообще в мире. Также девочка, я считаю, должна уметь вообще все делать. Поэтому у нас получают они такой творческий большой запас и потенциал на всю жизнь. За годы существования театра моды Орхидея ребятами совместно с преподавателями было создано порядка 15 самых разнообразных коллекций одежды. Чаще всего в их основе лежат народные мотивы. Ребята плетут кружева, украшают костюмы вышивкой и природными материалами, например, соломкой. Но начало 2016 года ознаменовалась новой коллекцией в стиле молодежный авангард. И название у нее соответствующее – «Вспышки молний. Жилетно-корсетный бум». Отделка костюма у нас выполнена при помощи застежек молний. То есть здесь они служат не по прямому своему назначению, а детали костюма – это жилеты, корсеты, ободки, выполненные из молний. То есть мы соединяли молнии между собой, сострачивали их и получались отдельные детали модели. Кто бы мог подумать, что самые обыкновенные молнии можно использовать и как элемент декора, и как материал для создания сумочек, головных уборов, жилетов. Возможно, руководителю театра Елене не пришла бы в голову подобная идея, если бы не случай. Просто добрые люди привезли нам, отдали нам в дар много молний. И как-то я посмотрела на них и подумала, что же они будут просто лежать в коробках, надо что-то из них сделать интересное. И как-то разложили перед собой, покрусили, уже как-то подумали о форме, взяли манекены. И методом прикалывания, создавая конструкцию на манекене, стали рождаться детали модели. Мне коллекция очень нравится, она такая веселая, озорная. С ней можно играться, расстегнуть молнии, застегнуть, сделать новые аксессуары из них. Очень она многообразная. Сегодня юные модельеры дорабатывают свои костюмы, разучивают движения дефиле и готовятся представить вспышки молнии на очередном конкурсе. Что ж, пожелаем им удачи, высоких оценок и новых творческих идей. После окончания новогодних праздников многим из нас достаточно тяжело влиться в рабочий процесс. Ученые утверждают, что помочь в этом сможет посещение музеев и театров. Практически в каждом выпуске нашей программы мы рассказываем о различных музейных выставках, премьерных спектаклях, концертах. Зачем? Потому что считаем, что вам будет интересно узнать эту информацию и, возможно, именно благодаря ей вы запланируете поход в музей или театр. Ведь, как оказалось, это не только расширит ваш кругозор, но и принесет реальную пользу здоровью. Любой поход в музей, в театр, в галерею, либо на концерт приносит комплексную пользу. Это отражается на нашей психике и на деятельности головного мозга. В головном мозге есть специальные нервные клетки, они называются детекторы новизны. И они активизируются каждый раз, как только мы видим какие-то новые объекты. Мы видим новые картины, мы видим новый спектакль, мы видим новых исполнителей, слушаем новую музыку. И нас таким образом это действительно обновляет. Кроме того, что нам это приносит положительные эмоции, мы радуемся от того, что видим любимого художника или любимого артиста на сцене. Но, кроме этого, мы заставляем наш головной мозг, клетки головного мозга действительно обновляться. Уже давно и успешно опровергнуто убеждение, что нервные клетки не восстанавливаются. Они очень успешно восстанавливаются, и в этом нам могут помочь новые впечатления, которые мы получаем в ходе культурно-массовых мероприятий. Более того, исследования показали, что если проводить в музее хотя бы около получаса, например, во время обеденного перерыва, то люди начинают меньше волноваться о рабочих моментах. Ведь на выходе из музея уровень кортизола, гормона стресса, снижается в несколько раз в сравнении с тем уровнем, когда вы в него заходили. Как это работает? Скорее всего, сказывается общая атмосфера музеев и арт-галерей. Обычно в них царят тишина и спокойствие, а окружают вас спокойные, уравновешенные люди и произведения искусства. Кроме того, это прекрасная тренировка мозга. Ведь, например, когда мы смотрим на картину, он проделывает важную работу, распознает лица и элементы пространства. Но наблюдаются эти эффекты только тогда, когда вы смотрите на незнакомые произведения искусства. Если вы видели эту картину много раз и знаете всю ее историю, то ваш мозг будет просто отдыхать при ее созерцании, что, в общем-то, тоже неплохо. Провезенное в 2014 году исследование показало, что просмотры предметов визуального искусства улучшают нашу психологическую устойчивость. Причем эффект достигается быстрее, если вы смотрите картины без экскурсоводов. Ведь куда полезнее учиться интерпретировать созданные кем-то образы самостоятельно, а не пользоваться готовыми выводами. В общем, если после праздников вам тяжеловато воспринимать окружающую действительность и рабочее настроение не спешит к вам в наступившем 2016-м, запланируйте встречу с прекрасным. А вдруг поможет? Совсем не обязательно посещать те музеи, которые мы уже знаем, к которым привыкли. Просто необходимо открывать для себя что-то новое. Так, например, наша телекомпания открыла для себя школьный музей школы номер 40. Мы предлагаем и вам познакомиться с ним. Многие думают, что все школьные музеи похожи между собой, как две капли воды. Бесконечные фотографии учителей и учащихся, грамоты, дипломы, памятные награды. Но чем ближе мы знакомимся с деятельностью рязанских школ, тем больше поражаемся тому, что сегодня в школьных музеях можно увидеть экспонаты, которым помогли позавидовать городские, даже областные музеи. Древние артефакты, найденные на территории Старой Рязани, подлинные письма, рисунки и фотографии военных лет, и даже немецкая вилка с изображением фашистской свастики. Все это можно увидеть в музее одной из старейших школ Рязани, школы номер 40. Ее история насчитывает более пяти десятилетий, ну а музей в ней был открыт 10 октября 2002 года, к 40-летнему юбилею образовательного учреждения. Идея его создания принадлежала директору школы, заслуженному учителю Российской Федерации Владимиру Логутину. Главную цель, которую увидели создатели музея, она состояла все-таки в привитии любви и уважения к школе, к педагогам, у наших учеников, выпускников, родителей. И еще мы видели такую цель – сохранение преемственности поколений. Нашу школу можно, наверное, по праву назвать домашней, потому что наши сегодняшние ученики имели своих здесь не только братьев, сестер и родителей, которые учились, но даже бабушек и дедушек. Как раз Галина Артемьева, учитель истории, и стала руководителем этого музея. Она занялась наполнением его экспонатами, хотя, конечно же, это был труд коллективный, в котором принимали участие и сам директор, и учителя, а также ученики и их семьи. Изначально этот музей задумывался как музей истории школы, поэтому первыми экспонатами стали фотографии выпускных классов, на которых сегодня можно увидеть известных общественных деятелей, музыкантов и даже ученых. Одной из них, закончившейся с 70-х годов, являлась девушка, которая любила химию безумно. И она стала студенткой МГУ, Ольга Балакина, и единственной, вот на тот момент, я так знаю, девушкой, женщиной, которая была достойна Шуваловской премии. У нее очень много разработок в области фуллеренов, но это такая достаточно узкая тема химическая, но с ней она выступала на всевозможных международных форумах. К сожалению, сейчас она живет в Америке, но приезжает сюда, у нее есть связь с родителями. Об учениках, выпускниках, педагогах и образовательном процессе посетителям музея рассказывает главная экспозиция – история создания и развития школы номер 40. Ей отведено основное место, остальные выставки, экспозиции ее дополняют, рассказывают не только о школе, но и о явлениях, ушедших в далекое прошлое, например, о пионерской организации. Среди символов пионерской организации достойное место занимает пионерский галстук. Принимая в пионеры, повязывали пионерский галстук, который имеет три конца. Это пионер, комсомолец и пионерский галстук. Главное – завязать правильную зелу, чтобы он был гладким и символизировал вот эту связь поколений. И будет выглядеть вот так, приблизительно. Вот так, попав в музей школы номер 40, мы можем узнать не только об истории самой школы, но еще и почувствовать себя настоящим пионером. Помимо галстука здесь представлены и другие символы и атрибуты пионерской организации. Формы, значок, горн и барабан, отрядные флажки, вымпелы и даже торжественное пионерское обещание. Быть пионером, скажу честно откровенно, было не так уж и плохо. Пионер – значит первый. И вот на этом красном полотнище мы можем прочитать слова, даже с ребятами мы сейчас анализируем все. В чем же клялся пионер? Что он такого делал-то? Да он учился хорошо, любил, кричу, свою родину, да, ну и следовал заветам Ильича. Но сейчас он может следовать любым заветам, лишь бы они соотносились с нашими общечеловеческими ценностями. Вот такое торжественное обещание, оно очень хорошо сохранилось здесь. Еще одна экспозиция, которую особенно любят ребята – это уголок первоклассника. Здесь дети могут посидеть за партой ровесницы этой школы, подержать в руках настоящую перьевую ручку, чернильницу-непроливайку и карандаш, которым пользовались в далеком 1947 году. Еще в школьном музее есть уголок раритетов, где можно увидеть действительно уникальные экспонаты. Похвальные листы, которые были дарованы мужской гимназией города Рязани в 1912, 13 и 14 годах, газеты и журналы, которые имеют отношение к Первой мировой войне и даже довоенному периоду. Среди них иллюстрированы журнал «Искра» и «Родная речь», в которых можно найти информацию о русско-японской войне, а еще познакомиться с образцами газетной рекламы тех лет. Еще одна выставка, которой особенно гордятся в этой школе – семейные реликвии военных лет. На ней можно увидеть личные предметы, сражавшиеся, трофеи, старые фотографии и, конечно же, письма. Действительно, самое памятное для каждой семьи, помимо потрескавшихся и пожелтевших от времени фотографий – это письма. Они, как цепочка из лабиринта прошлого, напоминают о чувствах и надеждах солдата, который в перерывах между боями, укрывшись в окопе, писал письма домой. Если вглядеться в раскрытый конверт, можно увидеть, что складывается он из того самого листа бумаги, на котором солдат писал текст. На одной стороне – письмо, на другой – адрес. Вика держала в руках письмо, которое на армянском языке. Оно уникальное. Оно у нас действительно находится в состоянии уже очень таком ветхом, но оно на армянском языке. А когда перевели родители семьи Кочаряна, санасар ученика 9-го класса, там всего 4 строчки. Здравствуй, сестра. Я пока жив и здоров. Сейчас нахожусь в Белоруссии. Времени долго писать нет. 29 февраля 1944 года. И такие содержательные письма приходили. Большинство из этих ценных экспонатов были переданы музею семьями учащихся. Но о том, как сюда попала вот эта газета, посвященная казни Зои Космодемьянской, нужно рассказать отдельно. Тогда, в советские времена, каждый отряд пионерский боролся за право называть, наносить имя какого-то героя. Быть достойным его. И вот один из отрядов нашей школы, 6-го, 3-класса, поехал к мане Зои Космодемьянской и Льгои Космодемьянской. Брали, как мы сейчас говорим, интервью, беседовали. И она подарила им эту уникальную газету, датированную 1943 годом. Вот так и она осталась в нашей школе. Об этом удивительном музее и его экспонатах можно рассказывать очень долго. Здесь существует даже летопись школы, которую год за годом старательно ведут сами ученики. Здесь же можно увидеть работы на краеведческие темы, поделки, созданные руками учеников. И, конечно же, более подробно познакомиться с историей школы. Особенно поразило нас трепетное отношение самих школьников к этому музею, к истории своей школы и родного края. Надеемся, что здесь обязательно появятся новые интересные экспонаты. И нас снова пригласит к себе в гости дружная семья школы номер 40. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы благодарим вас за то, что вы были с нами. Не забудьте включить телевизор ровно через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова